всем привет и вот уже наконец-то я думаю что закончилась пора когда нет снега и когда очень ныло печально и серо все и навалило прям нормальные уже такие сугробы я вот выезжаю из дома решила немного поснимать показать оснеженный хабаровской посмотреть посмотреть что там за ситуация на дорогах интересная такая и поболтать просто на самом деле когда просто бывает такой творческий стопор поснимать на я готов поговорить поговорить я просто не знаю чем а тут получается что один из моих подписчиков спасибо заранее что сказать порекомендовал просто поездить по улицам заснеженного хабаровска и посмотреть как чистят дороги я решил что это отличная идея и сделаем такую небольшую инспекцию я слышал какие-то там бешеные сотни машин у нас выходят на чистку и чистят это все и городские службы оказались готовыми такие новости тоже слышал аэропортовали ну и посмотрим посмотрим где мы встретим такие автомобили которые занимаются чисткой дорог может быть еще какую-то технику дорожную да и вообще просто понаслаждаемся потому что хабаровск стал красивенький беленький нарядился так сказать а снег пока тоже еще не испачканный даже вот лежит по краям дороги тоже такой светлый пушистый белоснежный и это радует на самом деле ситуация на дорогах сегодня такая сложная я послушал авторадио и узнал что там много аварий в городе и по некоторым улицам вообще лучше не не передвигаться ну не знаю посмотрим вот видите я отъехал только не доехал еще до памятника партизанов уже началась пробка хотя время сейчас пол 11 и казалось бы уже все на работу люди попали уже и свежих новостей что хотел сказать но вчера вот читал начали наконец-то официальное открытие сделали дороги в обход хабаровска это реально такой крупный масштабный проект надеюсь его заявленное время сделают и будет все нормально у них но будем следить за этим за этой стройкой но я не уверен что у меня получится ее показывать потому что она проходит по большей части по по местам где дорог не было никогда раньше и вряд ли меня туда пустят вряд ли я смогу туда добраться но если где-то буду видеть кусочки этой части этой мозаики я буду обязательно снимать для вас кроме того утвердили список программы по программе доступной городской среды утвердили список ремонта дворов вот у нас очень попала туда 274 двора будет ремонтироваться я очень искренне надеюсь что мой двор я туда тоже попал потому что у меня такие ямище когда я еду к дому это вот сейчас только когда сугробы появились как говорится все ямы тут же сгладились но хотелось бы конечно очень искренне горячо хотелось бы чтобы дошли руки там наши у наших ребят и все таки сделали там нормальный ремонт вот хотя там частично начали делать но как говорится лучше целиком вот ну и будем ждать смотреть как изменятся наши дворы дворы нашего города потому что это действительно много 274 2 я вот не знаю сколько вообще у нас дворов капаровский ну надеюсь что там и здесь буду видеть какие-нибудь чистенькие кожаные дворики с детскими площадками с новыми с хорошими дорогами ну то есть это такая работа я считаю что по которой у нас до сих пор идет отставание потому что все-таки городские центральные дороги ну видно что работают люди и приводят в порядок я об этом уже рассказывал а вот именно придомовые территории это пока наше слабое место и куда не заедь везде там какие-то ямы кочки и так далее в общем так есть говорится куда стремиться ну вот какие-то первые признаки первые признаки того что дорогу чистят но пока что я не очень понял это вообще работает техника или просто стоит аль работает работает вот мы сейчас по левой стороне просто их не видно идет две единицы техники два таких камаза с отвалами и чистить дорогу так что первые такие следы следы чистки мы заметили вообще основная полоса по которой я сейчас еду но достаточно чистая учитывая что всю ночь валил снег и вчера валил снег и вчерашнюю ночь тоже снег шел без перерыва практически можно считать что проехать можно мы будем смотреть дальше потому что что сказать вот так бывает с утра почему я редко снимаю с утра потому что голова еще просто сырая недавно проснулся и завожу себя в сам какой-то лингвистический тупик и потом не знаю чего говорить но решил все таки вам все по-честному рассказать как у меня иногда бывает съемка вот но пока мне не везет я хочу вам сказать если исходя из новостей то там и краснореченская стоит проспект стоит вообще полностью соответственно в воронежском шоссе тоже затруднение ну то есть куда не поедет везде будут проблемы какие-то дорожные ну судя по тем новостям которые я слышал а может уже все рассосалось может это уже информация устаревшая не знаю мы сейчас куда-нибудь проедем и посмотрим обязательно вот может быть свернем на бульвар вот по левую сторону я сейчас не успел заснять возле администрации конечно же чистят по правую сторону я вижу тоже мужики вот сейчас попадают в кадр вычищают вальду возле бордюр пространство рассказать наверно все таки центральная улица есть центральная улица и здесь работы ведутся особо интенсивно конечно сейчас свернуть если на какую-нибудь промышленную там может как-то по-другому не знаю еще еще увидел одну единицу техники наверное они все собрались 10 на центральной улице поэтому сейчас мы сворачиваем на бульвар немножечко проедем по бульвару вот справа заснеженная площадь ленина слева владимир ильич ничего не меняется здесь в этом плане вот и кстати едем по улице пушкина здесь я пожалуй не снимал вот именно на этом отрезке вот где-то слева здесь дом нашего мэра плохой такой домик хотя у нас есть лучше намного снизу посерединке здесь всеми любимые мтс который никуда не делся и находится на одном месте уже очень долго красивые елочки сосны вообще у нас идет такая пересадка деревьев наверно это нужно делать наверно это правильно делать вот например на улице калинина где у меня офис там посносили все тополя я сначала так думаю вообще что ли обалдели а потом в новостях прочитал что там посадят другие деревья то есть вот идет постепенное перья озеленение хабаровска потому что все-таки тополя не самый лучший вариант и ну к тому же и разнообразие не очень много тополя везде и тополя вот а все-таки было бы здорово если бы разные другие деревья тоже росли вот елочки сейчас вот видели как красиво сосны в общем радует радует когда особенно конечно хотелось бы побольше хвойных деревьев я когда был в комсомольске я прям просто поразился как там много высажено хвойных и зимой когда все белое и немножечко глаз устаёт вот эти зеленые сосны елочки они очень очень радуют пересекаем улицу широнова но здесь конечно не вижу я никакой техники но проехать можно пока может будем следить дальше за развитием ситуации 6 если будет такой снегопад конечно никакая техника не справится но я вот проехал пока мне везет я не нигде не стоял в пробке я в принципе еду не немедленнее чем я еду обычно на работу это время пару плотничков было но я в них времени не потерял практически повернул я направо на волочаевскую на волочаевской тоже свободно ребят ну не могу я себя заставить ехать туда где где осознанно я знаю что там точно проблемы с движением из-за аварий а вот здесь подсыпано я вижу видите песочек а спектр на меня не посмотрел 6 ну то есть как-то вот там где я проехал там нормально а там где вот аварий как раз там и проблемы основные вообще утром смотрел я пробки были 9 баллов я утром не поехал не стал стоять толкаться а вот как пробки закончились и я вижу что относительно нормальная ситуация на дорогах волочаевская тоже чистое много где люди просто чистят снег лопатами техники достаточно много я вижу я конечно должен был наверное найти какую-нибудь сенсацию и показать что машин нету чистящих так далее и все администрация такая сякая ну не получилось нет не склонен мой канал и сенсациями принципе и частенько как я собираюсь что-нибудь такое снять какие-нибудь пробки или что нибудь еще как раз все разводняется разбегается вся техника выезжает перед передо мной вот кстати там чуть дальше тоже едет трактор такой не знаю он чистит или не чистит что-то чистит на самом деле вот поэтому ну как то так может быть администрация не врет что подготовилась там к такой ситуации днем я еще буду ездить еще посмотрю если какие-то будут изменения я вам обязательно сниму на эту тему